Сходы граждан глава Сочи Анатолий Пахомов проводит каждый четверг в разных районах города. На этот раз мэр выслушал проблемы жителей улицы Виноградная и микрорайона Мамайка. Сход провели в 23-й школе и как раз об образовании было задано немало вопросов. Один из самых острых – строительство школы на Мамайке. Правительство страны отметил, мэр требует строить школы по типовым проектам и укладываться в сумму не более 400 миллионов. Ну а школа на Мамайке стоит в разы дороже. Наша школа на Мамайке в три раза дороже. И это понятно за счет того, что рельеф в городе Сочи и в данном случае на Мамайке. Мы вместе с депутатом Затулиным прошли буквально все министерства. И об этом даже знает председатель правительства Российской Федерации Медведев Дмитрий Анатольевич, который, конечно, сказал, что вы совершенно правы, что нужна школа там, где она нужна. Если мы этот вопрос решим, я думаю, что это будет еще одна победа нашей команды вместе с нашими горожанами. Школу решено строить в три этапа, каждый корпус отдельно. А пока проект проходит в защиту ценовой экспертизы в Минстрое страны. А проверк мэр и слухи о строительстве 24-этажки на месте здания горбольницы номер 2. Вот в таком недостроенном виде она находится уже больше 10 лет. По новым Санпинам больницу здесь, как планировалось раньше, уже не построить. Но социальный статус здания решено сохранить. Пирогово-7 и дострой по больнице находится в оперативном управлении. И земля, и недострой. У меня в оперативном управлении. Поэтому сейчас вот эти разговоры по поводу 24. Значит, забрать у нас, ну, как бы, да, пусть попробуют. Это невозможно. Мы исключительно рассматриваем эту территорию для того, чтобы там построить еще один корпус школы. Значит, поэтому и передали 23-й школе. Если безопасность будет подтверждена, что можно здесь подпорными стенками, укреплениями действительно достроить, арматуру добавить, там укрепления сделать, и таким образом это будет одно решение. Если этого не произойдет, нам придется списать это все, снести и построить новый корпус. Экспертиза и новый проект, его согласование может занять немало времени, подчеркнул мэр. Но школа в будущем здесь обязательно будет. Зашла речь и о пляжах. На некоторые, говорят местные жители, вход для них почему-то закрыт. Пляжные территории, которые муниципальные, они все должны быть открыты. Но есть федеральные пляжи. По закону Российской Федерации, по закону Российской Федерации, федеральные пляжные территории, они имеют особый статус и должны быть закрытыми. Это в связи с безопасностью. Чтобы не возникало вопросов по пропуску на городские пляжи, отметил мэр. В Сочи работает специальная горячая линия по вопросам доступности таких территорий. Там же можно задать вопрос о получении пропусков для местных жителей на некоторые закрытые береговые полосы.